Йоу, всем привет, всем привет! С вами ваш я, братишка Чепенков. Прошу любить и жаловать. Сегодня у нас тема пойдет о просмотрах на YouTube. Почему о просмотрах на YouTube? Потому что наши исполнители уже перешагнули все рамки, которые им были дозволены. Мало того, что они показывают себя не теми, кем они являются в треках, в текстах, уже и дошло до просмотров YouTube. О чем я веду речь, ну, многие уже догадались о чем. Например, у наших именитых исполнителей, самых звездных исполнителей, самых популярных исполнителей, допустим, выходит клип, выходит клип, и через час ты заходишь снова на этот клип, у него уже набралось 7-8 миллионов просмотров. Да как? Как такое может быть, когда у нас в России столько людей нет, кто слушает трек? И тем более за час столько оборотов просмотров это нереально. Нереально. Следующий факт, то, что когда набирается 7 миллионов просмотров, по лайкам можно определить, являются ли правдивы вот эти просмотры. Конечно же нет, потому что лайков там 300, а дизлайков там может быть 100 или 50. Вот так вот где-то. Даже не 300, может быть 400, а дизлайков 50, 60. Вот так вот, понимаете? А просмотров уже 7-8 миллионов. Ну как такое может быть, скажите мне, пожалуйста. Как такое может быть? Зачем вот вы, исполнители, пудрите мозги другим людям? Для чего? Для того, чтобы люди увидели, сказали, вот там, например, вот Тимати там, например, 100 миллионов уже для просмотров. Он крутой. Или там другой исполнитель какой-нибудь. Для чего вы это делаете? Почему? Вот мне говорят, у тебя Чупинко по 1000, по 2000 просмотров. Я говорю, мои просмотры, пусть они и маленькие, но они настоящие. Настоящие. Если люди посмотрели 1000, 2000 просмотров, я в них уверен, что это были реальные люди. Потому что я не проплачивал. Я не проплачивал просмотры, как все вот эти лже-артисты. Понимаете? Как все эти лже-артисты, которые наворачивают себе по 7-8 миллионов просмотров. Но это смешно, понимаете? Если вы звезды, вам не нужны такие просмотры. Если вы звезды, люди, которые вас знают, они сами по себе вас будут смотреть. Понимаете? Но не 7-8 миллионов. У вас максимум. Ваш самый известный артист на данный момент соберет миллион. Максимум. Максимум миллион. Потому что больше... Вот вообще, знаете что? Вот если вы видите в Ютубе 16 миллионов, 20 миллионов просмотров, это все брехня, это все бред, дисреспект вам. Дисреспект. Потому что это все лже-просмотры. Понимаете? Все это лже-просмотры. Максимум. Каждый артист в супер наша звезда собирает по миллиону просмотров. Это я говорю вам. Не верите, как хотите. Больше миллиона, если у исполнителя набирается. Все. Отбрасывайте это видео. Не верьте этой статистике. Поэтому, поэтому, я говорю еще раз. Если у меня 2000 просмотров, 1000 просмотров, вы думаете, я грущу от этого? Нет, я не грущу. Я наоборот рад, что 2000 просмотров это реальные мои просмотры. Понимаете? Это реальные глаза пользователей, которые видели мое видео. Понимаете? Которые видели, слушали мои, там, я не знаю, песни, либо альбомы, либо мои уроки по битбоксу, либо мои уроки по битмейкингу, как я там учу людей, как создавать музыку, либо как делать битбокс. Тогда я вижу 2000, 3000. Я уверен в этом, потому что это реальные люди. Реальные люди. А когда ты даешь, там, я не знаю, проплачиваешь по 7-8 миллионов просмотров, ты тем самым против себя. Ты обманываешь сам себя. Понимаете? Ты обманываешь сам себя. То есть, в этом нет никакого прикола. Ты набираешь, я не знаю, кучу комментов проплаченных, кучу просмотров, но от этого у тебя не будет респекта, и никогда ты не получишь респект за это. Поэтому я говорю, исполнители, давайте без всякой вот этой херни, давайте, давайте делать как я. Понимаете? Делать как я. Вот 2000, 2000 просмотров. Вот это настоящий уровень. Настоящий уровень. Я хочу посмотреть ваш настоящий уровень. Я уверен, что больше 300 тысяч просмотров, больше 400 тысяч просмотров вы не собираете. По истине. А так, это все брехня. 8, 9, 10 миллионов, 20 миллионов просмотров, 30. Да кого вы гоните? Кого вы гоните? Исполнитель, рок-исполнитель Скорпион, там еле-еле 50 миллионов собирает. Он собирает целые стадионы. У него таких просмотров нет, как у вас. Как у вас. Вы что собираете? Вы полуолимпийского собираете, делаете афишу, как будто собрали весь олимпийский. Вы проплачиваете деньги, чтобы приходили на ваши концерты. Понимаете? Вы разыгрываете билеты. Вы делаете кучу всяких лжефишек, чтобы запудрить людям мозги. Например, я, например, если на мой концерт придут 100 человек, 200 человек, я буду этому рад, потому что я буду знать, что это не проплаченные люди, которые ко мне приходят. Никто. Это настоящие люди, которые пришли на меня послушать, либо пришли послушать наш лейбл, либо еще что-нибудь. То есть, я абсолютно буду рад. А не как вы. Берете, проплачиваете деньги, чтобы приходили, послушали, приходили на ваши концерты. Вы даете деньги в вашей массовке, даже это не ваша массовка, вы просто людей собираете, чтобы приходили, снимались в ваших клипах, типа это ваша банда. Но это на самом деле ни хрена не ваша банда. Это просто неизвестные люди, которые собрались в этот день, чтобы сняться в вашем клипе, вы им даете за это деньги. Они изображают, типа они ваши банди. Я знал дофига таких. Я знал дофига людей, кто снялся в клипах Тимати, кто снялся в клипах Басты, кто... Я знал таких, которые, не знаю, там амбалы, большие амбалы, они говорят нам просто проплачивают деньги, чтобы мы показывали, типа мы вот такие громивые охранники там и так далее. На самом деле, мы просто нам заплатили, чтобы мы снимались в этих клипах. Вот и все, вот и все, вот и вся правда настоящего русского рэпа у нас. Понимаете? Проплаченные просмотры, лжепросмотры, люди приходят, которые на концерты, большинство проплачивают, что приходили на концерты. Проплаченная массовка, взятые в аренду машины, проплаченные девушки, бабы, которые приходят сниматься в клипах. Вот и все, вот и весь русский рэп. Понимаете? Вот и весь русский рэп. Вот это называется настоящий русский рэп. Все это херня. Дисреспект вам за это. С вами был я, ваш братишка Чепенкос. Чепенкос делает реальные клипы, основаны на реальных событиях, правдивые клипы. Да, пускай у меня нет, у меня маленькая массовка. Да, пускай у меня там, я не знаю, клипы сняты не на дорогой, не на дорогую камеру. Пускай у меня много нюансов. Пускай не, не удовлетворяю ваши потребности, которые вы привыкли видеть, потребности Blackstar, или там Худяков Продакшн. Но я рад то, что у меня трушные клипы. Я рад то, что у меня настоящий материал. И когда-нибудь, я не знаю, через пять лет придет истина, придет справедливость, которая разрушит все вот эти лейблы. Все лейблы. Разрушит все, все чертовы вот эти лжеартистов. Понимаете? И вот этих певцов, я не говорю про рэп, я говорю и вообще про певцов. Кто у нас сейчас на сцене? Скажите, кто у нас сейчас поет на сцене? Всякий сброд какой-то, всякий проплаченный сброд. Люди в переходах, люди в электричках, не хуже поют, чем люди, которые выходят на сцену, на эстраду по первому или второму каналу и лялякают там. В переходах люди лучше поют. Люди на скрипке играют лучше в переходе, чем вы смотрите по канале культуру. Ладно, короче, чё, хватит. Это и так все знают, наверное, просто притворяются, что делают вид, что кого-то не знают. С вами был я, ваш братишка Чипенкос. Чипенкос остается Чипенкосом, даже если миллионы под вопросами. Вот и все, ребят. Я заканчиваю этот эфир. Сегодня я хотел рассказать про то, как наши дорогие рэперы нас обманывают, понимаете. Поэтому завязывайте, я реально говорю, завязывайте с этой херней, ребят. хватит уже дурить мозги людям. Хватит обманывать самих себя. Хватит выдавать себя за теми, кем не являетесь. Показывайте реальность. Показывайте реальность такую, как я показываю людям. Вместо того, чтобы помогать мне, говорить респект, уважение тебе, Чипенкос, что ты показываешь реальность, вы идете против меня. Вы взяли оружие, идете против меня. Да идите пожалуйста, делайте ваши фальшивые треки, делайте ваши фальшивые треки, как вы каждый день тратите по миллиону рублей. Делайте так, а сами ходите по институтам и в день тратите по 50-100 рублей. Ладно, что я могу сказать. Давайте, ребят, удачи вам. С вами был я, ваш братишка Чипенкос. 2018 год настал. Знамя идет, поднимается знамя, скоро люди будут копировать нас. Непризнанная легенда. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...